Студенты Ранхикс пожаловались на угрозы отчисления за участие в митингах в день похорон Алексея Навального. Учащихся призывают обходить стороной митинги и сборы людей в центре Москвы 29 февраля и 1 марта. За любое участие в митинге отчисления моментальные. Отпевание Алексея Навального состоится 1 марта в церкви иконы Божьей Матери «Утоли моя печали» в Марьино. Похороны пройдут на Борисоглебском кладбище. 10 лет колонии строгого режима назначил суд в Москве Вячеславу Лутеру по делу о госизмене и причастности к Легиону Свобода России. По версии обвинения, 33-летний Вячеслав Лутер ввел переписку с представителем признанного террористическим Легиона Свобода России. Собирался переехать за границу и устроиться на новую работу. Некоторые коллеги Лутера рассказали, что знали о его планах на переезд. Правозащитники рассказали, что мать Вячеслава считает дело против сына провокацией, а у самого осужденного имеются серьезные проблемы со здоровьем. Мертвый Навальный страшнее живого. Лидер рок-группы Ногу Свело выпустил музыкальное высказывание, посвященное Алексею Навальному. В своих соцсетях участники группы рассказали, что эта песня не сингл, небольшое произведение – это выражение позиции. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылка в описании. Или сканируйте QR-код на экране. Суд в Пятигорске вновь рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении из-за ремы Мусаевой. Верховный суд Чечни отменил решение городского суда, который ранее отказался выпустить женщину из колонии, и отправил ходатайство адвоката Александра Савина на новое рассмотрение. Прокуратура и представители колонии попросили не выпускать Мусаеву по УДО, потому что цели наказания не достигнуты. Обвиняемый в фейках об армии корреспондент Роман Иванов рассказал Сотовижн, что к нему на днях в руки попал номер московского комсомольца, где опубликована статья о взятии Авдеевки. Провластные журналисты ждут ракетного удара по Киеву или по Чернигову, а в газетах – милитаризм, призывы к убийству людей и разрушению городов в другой стране. «Хочу обратиться ко всем журналистам нашей страны. Если у вас еще осталось хоть что-то в душе, осталась совесть, осталось понимание принципов своей профессии, не участвуйте в пропаганде безумной братоубийственной бойни. Это прежде всего аморально», – выступил Иванов. На 10 тысяч рублей оштрафовали москвичку Стофью Струкову за акцию памяти Алексея Навального. Поводом для дела об административном правонарушении стало якобы участие Струковой в митинге у Стены скорби 17 февраля. Девушка принесла к мемориалу цветы в память об убитом политике. По словам полицейских, цитирую дословно выдержку из протокола, находился в толпе граждан 20-30 человек, скандирующих лозунги «Позор» в связи со смертью поддержки Навального. Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Такую декларацию принял съезд депутатов непризнанной республики. В обращении к российским властям парламентарий просит учесть факт постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики, более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе. Юлия Навальная выступила в Европарламенте в Страсбурге. Члены Европарламента сообщили, что сожалеют о случившемся и надеются, что в России победит свобода. «Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым мафиози. Путин – главарь организованной преступной группировки. В ее составе и отравители, и наемные убийцы. Но это все пешки. Главное же – это близкие к Путину люди. Его друзья – подручные, хранители мафиозной кассы», – заявила Юлия Навальная. Журналистка Катерина Гордеева объявила, что приостанавливает проект «Скажи Гордеевой» из-за запрета размещать рекламу у иностранных агентов. В своем телеграм-канале Гордеева рассказала, что продолжит снимать свои видео в России, чтобы не потерять связь с реальностью. Однако, в связи с принятием закона о запрете рекламы у иностранных агентов, команда журналистки больше не может работать, как прежде. В Москве Z-Патриоты воруют цветы с мемориалов жертв политических репрессий для мемориала военкора Владлена Татарского. Возложенные цветы к Соловецкому камню хулиганы принесли к мемориалу героев СВО возле парка Зарядья. Субтитры создавал DimaTorzok